Такие хронические заболевания, как диабет, гипертония, астма, пищевые расстройства и подобные им, по сути, порождаются изнутри. Все это можно устранить изнутри, если только мы готовы уделять определенное внимание самому глубокому измерению того, кто мы есть. Внутренняя инженерия — это мощный процесс научного подхода к внутренней сути того, кем вы являетесь. И это определенный способ создать здоровую жизнь. Так как я уже дома в возрасте, хотела вам и сказать, что у меня очень улучшилось самочувствие. Были уже довольно-таки значительные проблемы, они почти все ушли. Настроение после этого очень хорошее. Жизненные силы, конечно, прибавились. И чувствую себя хорошо. Но самое главное — это появилось спокойствие, баланс внутри. И уверенность в себе, как бы в окружающем мире. И вообще жизнь прекрасна. И это чувствую я каждый день. Спасибо. Недавно были опубликованы эти работы. Возможно, вы уже читали их. В США определенная группа ученых и врачей из Университета Индианы, Гарвардского университета и Университета Флориды изучали людей, которые практиковали внутреннюю инженерию. Практики внутренней инженерии способны изменить даже генетические склонности. Итак, они регистрировали биомаркеры и тому подобное. Одна вещь, которая определяет природу вашего опыта и ваше психологическое и эмоциональное состояние — это BDNF, то есть нейротрофические факторы мозга. Итак, BDNF повысился в положительную сторону. В три раза за 90 дней. Это означает, что поддержание ваших эмоций в равновесии, хорошего состояния и остроты ума, и приятности переживаний больше не будет проблемой. Есть и другое измерение. Вы знаете, что такое каннабиноид? В Индии это известно как ганджа. Также ее называют марихуана. В разных местах она известна под разными названиями. Но по сути, это растительные экстракты, которые оказывают определенное влияние на настроение и переживание человека. Но есть миллионы рецепторов каннабиса как в вашем мозге, так и по всему телу. Предполагается, что вы должны производить его сами, а не получать при курении. Так что теперь с применением практик внутренней инженерии биомаркеры ясно показывают, что выработка эндоканнабиноидов значительно выше. Это значит, что вы под кайфом сами по себе. Вам не нужна помощь извне. Но воздействие эндоканнабиноидов по сравнению с каннабиноидами, поступающими извне, очень и очень отличается. Шамбови делает вас опьяненными и в то же время позволяет сохранять абсолютную ясность и бдительность, потому что наряду с этим в организме производятся и некоторые другие вещества. Я получил практику, и это помогает мне сейчас каждый день чувствовать свое тело, чувствовать его активно, ощущения внутри. Мой позвоночник стал прямой, нагрузка на спину стала меньше, так скажем. Но это все физический аспект, который, безусловно, важен, потому что, скажем так, здоровый теле, здоровый дух, общение с людьми и прочие аспекты все стало более сбалансированным, гармоничным, удивительным. Магия начала появляться в жизни, сама проявляться. Может, она и раньше была, но сейчас я ее замечаю. Много неслучайных случайностей, интересных встреч, много того, что хочется, и оно получается, какие-то желания исполняются. И в итоге приходит все, что нужно. Не всегда то, что ты хочешь, но всегда приходит то, что нужно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Также усиливаются гены, фундаментально отвечающие за вашу иммунную систему. Итак, из лабораторий ведущих университетов Америки поступает информация о том, что 220 генов, которые активизируют вашу иммунную систему, укрепляются благодаря этой практике. вы не свалились с небес, как думают некоторые люди, вы эволюционировали качества, амебы, дождевого червя, кузнечика, буйвола, всех видов животных, через которые прошла эволюция. Элементы этих качеств все еще с вами. Так что все это — компульсивные тенденции, эволюционный процесс сложен. Современная неврология признает, что есть часть вашего мозга, которая является мозгом рептилии, примерно размером с ваш кулак. Это означает, что этот мозг рептилии находится на той стадии развития, которая полностью инстинктивна и побуждает вас делать вещи определенным образом. Но над ними расцвел цветок неокортекса головного мозга. Что произошло после того, как человеческий позвоночник выпрямился? Именно это делает вас человеком, порождает у вас мысли об универсальности существования, дает вам представление о том, что все едино и позволяет вам быть ученым. Именно это позволяет вам быть духовным искателем. Но если вернуться к мозгу рептилий, то все, что у вас есть — это инстинкты выживания. Поэтому весь процесс, все человеческие усилия, образование, духовный процесс, медитация — все направлено на то, чтобы отойти от этого и функционировать из другого измерения, которое возникло недавно. Это дает вам ощущение целостного подхода к жизни. Если вы обратитесь к мозгу рептилий, то установление границ — это все, что вы будете знать. Поэтому всякий раз, когда у вас возникают проблемы с окружением, вы всегда хотите установить свои границы. Это мое, это ваше, мое пространство, ваше пространство, мой воздух, ваш воздух. Когда это происходит, знайте, это работа мозга рептилий. Духовный процесс, йогическое измерение, рассматривает, как можно изменить это. Потому что если вы функционируете только из одного аспекта мозга, это будет работать. Но другие возможности останутся закрыты. Вы так и не используете весь свой мозг. Существует доказательство того, что ваш мозг рептилии может стать более открытым и начать взаимодействовать с внешней частью мозга. Есть исследования и эксперименты, которые показывают, что при определенных медитативных практиках мозг рептилий, который всегда стремится устанавливать границы, начнет взаимодействовать с внешней частью коры головного мозга. И тогда все будет функционировать как единый мозг. Поэтому, я не знаю, понимаете ли вы это, но этот цветок должен раскрыться. Именно поэтому в йогической культуре так часто используется образ цветка. Цветок, цветок, маленький цветок, маленький цветок, большой цветок. Он должен раскрыться. Если он раскрывается, тогда человеческий разум функционирует иным образом. Он объединяет, а не разделяет. Вы перестаете быть исключающими. Вы становитесь всеохватывающими. Всеохватность — это не философия. Это сама природа существования. Ни одно другое существо не способно осознать это. Они все заняты установлением границ. Собака писает повсюду не потому, что у нее проблемы с мочеспусканием. Она устанавливает границы своего царства с помощью своей мочи. Люди ничем не отличаются. Они делают то же самое, только по-другому. Это мое, это мое, это мое. Создание царства. Когда возможно, немного расширяют границы. И еще немного. Но когда невозможно, ставят стену. Это происходит все время. Программу инженерии я прошел месяца три назад. За это время моя жизнь, она очень круто изменилась. Где-то на 180 градусов. Какие результаты вначале я начал получать, это то, что на физическом уровне, выполняя практики и упражнения, я заметил о том, что мое тело стало меняться. У меня ушел лишний вес. То есть я обрел такую оптимальную какую-то форму для себя. Приобрел очень хорошее самочувствие. Энергия появилась. То есть стал меньше кушать, меньше спать. При этом чувствую себя очень энергичным в течение всего дня. Стал замечать, как меняется мой скелет, что ли, я не знаю, или как-то, в общем, стал сидеть прямо, спина выровнялась. Стал засыпать там очень быстро, да, скажем так. На ментальном плане я стал... Первое, что я замечать, это то, что я перестал вовлекаться в какие-то конфликтные ситуации. Я стал как будто бы наблюдать со стороны, перестал нервничать. У меня пропал страх, раздражительность, да, то есть какая-то тревога постоянная. Вот, и это на самом деле привнесло в мою жизнь очень такую большую тихую радость, которая позволила мне действительно ценить какие-то очень такие маленькие моменты, допустим, как прогулка с детьми, да, то есть вот вчера шёл снег, я чувствовал запах этого снега, то есть и наслаждался просто этим моментом. У меня стали прекрасными отношения в семье, с моей женой, с моими детьми. Мы сейчас очень много проводим времени вместе, то есть для меня это сейчас имеет очень большое значение. На работе, скажем так, то, что мне давалось очень тяжело, с каким-то таким большим сопротивлением, да, раньше мне приходилось очень сильно себя мотивировать, то сейчас на самом деле ушло вот это сопротивление. Я настолько этому рад, потому что у меня появилось больше энергии, я перестал зацикливаться об этом, думать, там, не спать ночами, размышлять и так далее, то есть и это всё привело действительно к такой полноценной, очень классной жизни. Шамбови Махамудра. Простая 21-минутная практика улучшает работу мозга и регенерацию нейронов. Это означает, что с возрастом вы станете более разумными. Обычно молодые люди думают, что с возрастом становишься глупее. Но ваш мозг развивается, понимаете? С каждым днём становится всё лучше. Теперь есть научные данные. Мы всегда это знали. Но сегодня об этом должен сказать измерительный прибор. Если это говорит человек, это неправда. Если это говорит человек, то это вызывает сомнения. Это должен показать прибор. Теперь об этом говорят приборы. Они показывают, что ваш мозг на самом деле развивается при выполнении простой 21-минутной практики. Если вы не верите, то просто делайте эту практику в течение трёх месяцев и посмотрите, что выйдет. Вы увидите, насколько ясным и сообразительным вдруг станет ваш ум. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok